Всех рада приветствовать сегодня на моем канале Елена Аус Хейсен. Согласно прогнозам погоды в течение недели нам обещают теплые деньки, а это значит, что наступила пора переходить к выполнению поставленных задач по работе на нашей даче. А если вы еще не видели эти видео, то обязательно переходите по ссылке в правом верхнем углу. Там есть все видео о нашей даче. Сегодня в этом видео я хочу с вами поделиться тем, как мы выкладывали дорожку вдоль малины из плит. Как мы это делали, какие там, возможно, интересные идеи будут для вас. Поделюсь своим опытом, буду очень рада, если вам это видео будет полезным. Ну а перед началом просмотра этого видео я, конечно, хочу вас попросить поддержать меня в развитии моего канала. Для этого вам необходимо быть подписанным на канал и обязательно нажать колокольчик. Только в этом случае вы не пропустите ни одного нового видео. Ну а вашим комментариям под видео я буду очень-очень рада. Заранее вам большое спасибо за поддержку. Итак, как я уже говорила в предыдущем видео, в этом году я перед собой поставила 4 основные задачи, которые планирую выполнить у себя на даче. И одна из этих задач является выложить дорожку из плит вдоль малины, чтобы было удобно по ней ходить, подходить к малине, обрабатывать ее, ну и, конечно же, снимать урожай. В прошлом году осенью я уже пыталась это выполнить, но, к сожалению, наступили холода и я не успела это все сделать. То есть, снять дерн и подготовить дорожку к выкладке плит. Для начала необходимо освободить территорию от дерна вдоль всей грядки. Грядка у нас 7 метров 40 сантиметров. Конечно же, плиты можно было положить и на сам газон, но в нашем варианте газон имеет, во-первых, неровности, во-вторых, у нас сильный перепад снизу вверх идет, получается. Поэтому за счет того, что мы снимем газон, есть возможность хотя бы более-менее выровнять саму территорию и плитки положить ровно. Возможно, я этим только усложнила себе работу и также есть такой вариант, что это было неправильное решение, но почему-то я решила сделать так. После того, как мы весь дерн убрали, наша территория готова к дальнейшей работе. Теперь я беру граблю и с помощью нее распределяю землю равномерно. Также граблей я стараюсь максимально исправить все неровности, которые есть на земле. Возможно, какие-то кочки, комки земли. Убираю лишнюю землю из-под бордюра от соседской дачи. Землю я утаптываю для того, чтобы она стала более плотненькой. И когда я положу на нее плиту, плита не утонет в земле при влаге. Ну, конечно же, это чисто мои такие соображения и мысли, что это будет правильно и верно. Ну вот, почти всю территорию я выровняла граблями, дополнила землю, где ее не хватало. Работа на этом этапе практически закончена. Ох, погодка сегодня просто замечательная. Ветерок так и шепчет. Лена, пора работать. Не отвлекайся. А сейчас я с удовольствием поделюсь с вами одним лайфхаком. Конечно, он еще не испробован и не испытан временем, но почему-то я уверена, что все будет хорошо. Чтобы плитки на земле были более стабильные и вода не размывала землю из-под плиток и потом в дальнейшем плитки не коребились, не уходили в разные стороны, можно взять нижнюю часть из подавочных ящиков и подстелить ее под плитку. За счет этой сетки земля будет зафиксирована, стабильная, и уже вода дождевает, и от полива не будет землю так сильно размывать. Мы берем эту сетку, ложим, выкладываем по нужной нам траектории и сверху уже укладываем сами плиты. Вот примерно так это будет выглядеть. Сегодня этим важным делом мы занимаемся вместе с моей мамой. Вообще по-хорошему перед укладкой плиткой было бы неплохо изначально пролить землю немножко водой. За счет образовавшегося вакуума плитка более прилипает к земле и уже никуда потом не сдвигается. Но об этом я вспомнила чуть позже. Непосредственно перед тем, как положить следующую плитку, я еще раз прохожусь маленькой грабелькой, тем самым исправляя те недостатки, которые я не увидела изначально. После того, как плитку положим, необходимо ее проверить, ровно ли она легла, возможно где-то недостает земли. Если так происходит, то это исправляется очень просто. Берете, докладываете землю, боли утрамбовываете и потом еще раз проверяете. Спустя две плитки мне в голову пришла умная мысль. Что под плитами, как правило, заводятся муравьи, которые потом могут нам очень сильно навредить. Поэтому я решила дополнительно еще просыпать отраву от муравьев. И в итоге у меня получается, что сначала я ложу сетку, потом я просыпала отраву от муравьев и проливала водой. И только потом уже на все это укладывали мы плитку. И теперь в такой очередности я доделываю полностью дорожку до конца. Наверняка кто-то сейчас скажет, что это неправильный способ по укладке плитки. Я согласна с вами. Плитку по-хорошему и по всем техническим правилам нужно выкладывать на гравий. Но мой вариант можно назвать его облегченный, женский. Работать с гравием это более трудоемкая работа. И по времени, и по финансам. У меня такой возможности, к сожалению, нет. Поэтому я делаю так. И к тому же я на 100% уверена, что мой способ укладки плитки ничуть не хуже стандартного. А вот результат нашей работы. Посмотрите, насколько стало уютно и комфортно. Благодаря дорожке из плитки, эта сторона дачного участка стала намного аккуратнее. Одна из поставленных задач выполнена. Теперь можно с полной уверенностью переходить к следующей. А я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной. Спасибо большое за внимание. Не забывайте подписываться на канал. И до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...